Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня мы с вами будем кушать роллы. Это и моя любимая рубрика, и ваша. Я заказала сет, который никогда не заказывала. Здесь еще у меня лежат роллы. Если не... Господи, не шумите. Вот. Если с легкостью съем эти, еще и приступлю к тем. Просто мне, если честно, в последнее время не очень нравится ставить перед собой много роллов, а потом не доедать до конца. Поэтому я ставлю столько, сколько смогу точно съесть. Очень мне нравятся вот эти вот шапочки. Я вообще люблю запеченные роллы, запеченные сеты. Посмотрите, какая красота! Сейчас мы это будем кушать. Обалденно вкусно! Ребята, я хочу вам посоветовать канал Дашук АСМР. Ссылочку я оставлю в амфобоксе. Помните, я рассказывала про нашу родственницу, которую вы, кстати, обещали поддержать, которая тоже снимает. Ну, не совсем это АСМР, это что-то сочетанием Укбанка и АСМР. Я просто уверена, что вам понравится. Зайдите, подпишитесь, поставьте лайк. У нее всего 10 подписчиков. Я надеюсь, что мы сможем сделать не 10, а 1000. Правильно? Вчера я, короче, ночевала у своей подруги. У нее был день рождения. И мы как бы решили никуда не ходить. Просто с подругами собраться вместе. Посидеть, покушать, посмотреть фильм. Не знаю, поразвлечься, так скажем. И вы знаете, мне было настолько некомфортно там. Не знаю, почему я в очередной раз убеждаюсь, что я в больших таких, знаете, компаниях чувствую себя лишней. Не знаю, почему. Ну, некомфортно мне. Я не лидер вообще по натуре. Я очень стеснительный человек. И когда, не знаю, вот большая компания, я как-то не могу выразить свою мысль. То, что, например, я не хочу этот фильм. Я хочу другой. Ну, к примеру. Я стесняюсь это сказать. Как-то выразить. Поэтому собирать какие-то большие компании не вижу смысла. Два года назад на своем дне рождения, даже три года назад я собрала до хрена народу. И должна была девочка, помните, про которую я вам рассказывала. Только когда у нее проблемы, только когда ей что-то нужно, она мне звонила. Ей нужен был кредит. Она звонит. А Айка, как дела? Ей нужно заплатить за кредит. Она сразу. Айка, не можешь заплатить, да? А просто написать, привет, как дела? Что делаешь? Чем занимаешься? Просто пообщаться. Вот элементарное человеческое общение ей было неинтересно. Либо ей нужно было рассказать свои проблемы, либо ей что-то от себя нужно было. Таких людей я не ценю, и я не держу рядом с собой таких людей. А, например, вот Шелли. Вот у Шелли был день рождения. Вот. Шелли, она не такой человек. Она очень добрый, искренний. Просто ни разу за три года мы не поссорились. Я начинаю анализировать. Вот этот день рождения, который был три с половиной года назад. На котором было до хрена народом. Где все эти люди сейчас? Их просто нету рядом со мной. Поэтому я считаю, что дни рождения нужно отмечать с близкими людьми. И не собирать огромные компании. Это просто ни к чему. Лишь бы там фотографии выставить, показать всем, что ой, я так круто отметил днюху. В общем, все было замечательно. Все было круто. Просто я много кого не знала. И поэтому мне немножко было некомфортно там. В общем, как-то так. Посмотрите, какой ролл. Какая красота. Я чувствую, что это будет для меня маловато. Вот только привезли их. Только. Где бы ты выбрала жить, Россия или Украина? К сожалению, я никогда не была в Украине. Но у меня есть знакомые, которые там были. И они говорят, что там нереально добрый, хороший народ. Вот. Но я, к сожалению, не была. Я была только в России. И особо, знаете, путешествовать тут. Там, по большому счету, я и нигде не была, как вам говорила. Такая красота. О-о-о! Ой, как было это больно. Упал ролл, а больно было мне. Один раз, кстати, у меня был такой случай с доставкой роллов. Одна страница. Я не буду говорить, какая именно. В общем, у них были сеты отдельно. Я просто хотела разные роллы, но не в сете, да. И я попросила посчитать три вида роллов. И они мне сказали, стоимость намного дороже, чем вот роллы есть на самом деле, да. То есть у них есть меню. Вот эти роллы, например, стоят 7 монат, эти 8 и так далее. И все это складываешь, получается другая сумма. Они мне говорили, ну, короче, конкретно больше этой суммы. И мне даже как-то странно показалось, что зачем обманывать, да. И после этого я у этой страницы не заказываю роллы. Я сказала, почему так дорого? Они мне сказали, ой, ну ладно, мы вам скидочку сделаем, говорит. Вот три моната. А я не понимаю, в смысле скидочку, если у вас вот есть в истории, да, в актуальном меню. И там написано все роллы, сколько стоят. Там дороже 10 монат за сет. У вас нету, а вы, получается, за три сета у меня хотите 40 монат. Вот для меня это было крайне как-то непонятно. И я просто поняла, что меня просто хотят обмануть. Вот после этого я у них ничего не заказываю. Всегда обращайте внимание на такие вещи. Это очень отталкивает. Вкуснотища. Забеченная – это моя любовь. Просто. Это, знаете, как у меня в детстве было такое воспоминание. Мне было где-то 12-13 лет, но в тот период я уже пользовалась тональной основой. Я зашла в Ривгош и попросила Maybelline там какой-то Dream Mousse в 0,5 оттенке. И она мне дала в 97-ом, или вообще другие цифры какие-то были, прям в самый темный, в самый черный. Когда она мне его давала, она так улыбнулась, знаете, так странно, как будто, ну вот, обманывает, да, так скажем. Мне даже странно показалась ее такая улыбка, но до меня не дошло проверить, что она мне дает. Потом, когда уже я ехала домой, в трамвае, я увидела, что, оказывается, она мне не тот номерочек дала. Я не знаю, может, она нечаянная, но как можно было 0,5 перепутать, не знаю, там, с 57, например, да, ничего общего. Так что всегда нужно быть бдительными. Кто бы вам что ни говорил, лучше самой перепроверить, если есть такая возможность, если есть время. Каждый третий, каждый четвертый вопрос про Тодоренко. Ну, я, ребята, уже отвечала на этот вопрос, даже сняла отдельное видео, которое так и называется. Вы знаете мое мнение, я считаю, что Регина в корне не права. И, возможно, возможно, она извинилась. И вот это вот все из-за того, что у нее отнимают вот эти вот контракты. Там Пепси не захотел продолжить с ней сотрудничество. У нее отняли звание женщину года, может быть, из-за этого она извинилась, я даже не знаю, честно. Я крайне негативно отношусь к ее высказыванию, но хочется верить в то, что она действительно поняла, что она не права. Вот, и впредь не будет так высказываться. После того, как я сняла это видео, мне подписчики там скинули ссылочку. Вот, там было видео, где скрины того, что топалов ненавидят животных и предлагают всех их поубивать. Потом, то есть то, что они гомофобы, они ненавидят людей нетрадиционной ориентации. А я считаю, что все люди на Земле, они равны. Не в зависимости от национальной принадлежности, половой, не знаю, от религиозных взглядов. Все мы одинаковы и нельзя никого осуждать. Это то же самое, знаете, что иногда мне пишут в комментариях, почему ты не делаешь намаз. А ты делаешь намаз для показухи. Я знаю очень много людей, родственников и так далее, которые делают намаз, но они делают для себя, а не для общества. Есть люди, которые фотографируют, выставляют в инстаграм, что они там делают намаз. Зачем? Я с большим уважением отношусь ко всем, кто держит сейчас пост. Я считаю, что эти люди молодцы, но я еще не пришла к этому. Мне это не близко пока что. Возможно, лет через 5-7 я заговорю по-другому. Все может быть. Взгляды на жизнь меняются. Однажды я увидела видео в ютубе в церкви священника об мусульманстве, я не знаю даже кто, но в общем такой мужик с бородой. И он рассказывал про ислам и так далее. Я просто послушала его, какие умные фразы он говорит, как он все это грамотно преподносит. И мне реально очень понравилось. Может быть, то есть пройдут годы, и я пойму, что я раньше была крайне неправа. То есть вы же держите пост не для того, чтобы написать это в комментариях или рассказать кому-то правильно. Вы же это делаете для себя. И осуждать кого-то тоже неправильно. Намаз и религия и все это в комментариях. Меня просто, честно, эти комментарии надоели. Потому что я такая, вы другой, правильно? Никто не имеет права никого осуждать. Вы же, например, не подходите к своим родственникам и не говорите, почему ты не делаешь намаз, правильно? Неужели у вас все родственники совершают намаз? Я никогда не поверю в это. Последний. Ребята, в общем, так было очень вкусно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой инстаграм, потому что именно там я очень часто провожу прямые эфиры. Стараюсь как можно чаще поболтать с вами, потому что это занимает немного времени. На карантине как раз заняться нечем. Можно с вами поболтать. Поэтому обязательно подписывайтесь. Также обязательно подписывайтесь на мой тикток. Я вам ссылку оставлю в инфобоксе. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. Всем пока!